всем привет меня зовут роман переборщиков и руководитель просветительского проекта курилка гутенберга это наш подкаст станч он в котором мы приглашаем ученых и популяризаторов науки других специалистов поговорить науки и здесь со мной игре тирский и гость у нас сегодня стас короткий научный руководитель обсерватории кадар и основатель и руководитель клуба путешественников нас до клуба научных путешествий astralert а вы извиняюсь еще создатели и руководитель сообщества вконтакте astralert который занимается на публикации по наблюдательной астрономии добрый день спасибо за приглашение да я надеюсь сегодня у нас будет очень приятный разговор первый вопрос чем-то занимался до пяти вечера чем до пяти утра до 5 утра да я сегодня лег 5 30 утра дело в том что у нас на астроферме astralert и вот как раз то что родилось из проекта как путешествие мы обосновались на территории смежной со специальности физической обсерватории это горах архиза карачао-черкесия арендовали участок земли и там сейчас строим обсерваторию и вот конкретно последнюю неделю-две я вожу в эксплуатацию новый телескоп диаметром 280 миллиметров в принципе это небольшой телескоп под с точки зрения даже любительской астрономии но он очень светосильной состо силы и 20 и самое интересное что на нем стоит новая современная хорошая камера которая в перспективе через год заработает на метровом телескопе я надеюсь который мы введем эксплуатацию как раз где-то весенний-летний период следующего года и вот до пяти утра я сидел рулил новым телескопом новые камеры снимал комету леонард которая буквально через месяц должна порадовать нас ярким красивым хвостом на утреннем небе как комета предыдущая была на вайс на двадцатом году в летом многие наблюдали северном полушарии и сейчас такая же будет по яркости возможно ну по прогнозам она должна быть слабее чем на вайс то есть мы ожидаем ее в пессимистичных прогнозах плюс 4 звездная личина это как туман с андромеды то есть в городской засветке мы не увидим ее но в подмосковье уже будет видно а оптимистичные прогнозы есть до плюс 1 звездная личина это как нео вайс в таком среднем своем положении но прогнозы очень трудно строить кометы как женщины как кошки непредсказуемая они ведут себя так как хотят они с учетом прогнозов поэтому я буду вот между пессимистичной оптимистичной говорит что плюс 2 плюс 3 звездной личины что такое плюс курс астрономии перед да вот эти сложные термины хорошо давайте кратенько вводный курс по фотометрии нулевая звездная личина это то от чего отчитывают это вега это яркая звезда на небе которая хорошо видна в северном полушарии она видно даже в город городской засветки плюс 6 это предел невооруженного глаза у человека с нормальным зрением в незасвеченной местности то есть 6 звезды начинал плюс 6 это предел самая слабо чтобы и сам и ту нулевая до нулевая это одна из самых ярких звезд например самая яркая звезда сириус минус полтора самая яркая планета венера минус 4 луна минус 12 солнце минус 27 ну то есть чем больше минус тем более яркий объект чем больше цифра с плюсом тем более тусклый именно так apple может плюс 27 но это я понимаю то что вот это один там два три вот эта цифра это количество так скажем порядков насколько более тусклая верка малогарифмическая шкала то есть шаг в одну звездную личину это разница в два с половиной раза по потоку фотонов то есть и считать цвет в количестве фотонов условно то например условно будем считать что вега дает нам тысячу фотонов в секунду на человеческий глаз а например звезда 5 звезды личные которые в пять раз слабее чем вега она будет даже по правде 4 значим то что вега нулевая а тут 4 должна быть тогда 4 звезды личины должна давать сто раз меньше то есть пять звездных причин это разница в сто раз то есть соответственно звезда 4 значим порядка десяти фотонов но я по правде наверное занизил количество фотонов от веги потому что я знаю что у человеческого глаза предел где-то порядка около десяти фотонов за секунду это его предел значит шестая звездная личина должна быть около десяти фотонов значит вега должна давать это слишком то 66 тысяч фотонов в секунду хорошо небольшой экскурс а вот скажи зачем ты фотографировал комет то есть для чего ты это делал и почему нет я хочу расширить вопрос прежде всего просто расскажи чем вообще занимаются астрономы кроме того что то есть в понимании в понимании обычного человека астронома просто человек который зачем он смотрит на небо ну и как бы так себе так себе работа чем на самом деле занимается страна ну давно уже ушло в прошлое романтизированный образ астронома когда человек с клопаком на голове сидит около трубы телескопа смотрит глазом в окуляр и зарисовывает или записывает что-то у себя в блокнотик где-то лет наверное 30 назад активно в среде астрономического сообщества начали появляться цифровые камеры мы избавились от фото пластинок дело в том что в основном весь двадцатый век мы снимали звездное небо на фото пластинки то есть визуальные наблюдения классические закончились наверное в начале двадцатого века потом весь двадцатый век мы фотографируем на пластинке с 90-х годов двадцатого века появились птс-камеры к ним появились соответственно компьютеры цифровые да цифровые камеры которыми цифровыми камерами управляем компьютерами поэтому в основном астроном сидит за компьютером и управляет работой камеры и телескопа какие задачи он решает ну например в данной ситуации я сегодня утром снимал комету чтобы посмотреть на ее внешний вид это определить морфологию то есть увидеть наличие хвостов длина хвоста размер головы кометы вот могу сказать что я снимал где-то неделю назад кометы у нее хвост уже на тот момент имел длину 2 градуса нет вру градус градус для масштаба чтобы было понятно неосведомленным зрителям или слушателям полградуса это диск луны или солнца на нашей небесной сфере то есть значит хвост у кометы в тот момент неделю назад был в длину 2 полных диска луны чтобы было понятно это довольно хороший размер и на основе этого я могу спрогнозировать примерно какой размер будет хвоста кометы в середине декабря когда комета кажется на минимальном расстоянии от земли это она будет на расстоянии примерно в пять раз ближе чем солнца это небольшое расстояние уже в четыре точно раза ближе и по моим прогнозам длина хвоста будет порядка до 10 градусов это довольно хороший такой угловый размер можно будет скорее всего увидеть ну длина хвоста не определяет видимость кометы определяет яркость а вот длина хвоста определяет насколько это красиво будет на фотоаппарате выглядит в обычном то вот я правильно понимаю то что этот градус это так скажем если поделить небо вот на 180 градусов полусферу полусферу да то по сути один градус это вот 1 180 от всей полусферы и 10 градусов это 20 1 20 1 20 можно 1 18 18 это от полусферы все правильно полусферы можно да да все правильно это 1 18 ну для примера что все знают ковш большой медведицы все практически видели хотя бы раз жизни длина ковша большой медведицы от края до края 25 градусов то есть длина хвоста кометы будет как черпак из ковша ванна часть куда набирается водорова или как ручка да как хвосту большой медведица что ручка большой медведицы ковша это есть хвост поэтому довольно большая но для сравнения вот него из которую игорь упоминал в прошлом году у нее хвост был длиной 50 градусов то есть да то есть это ну одна треть небесной сферы это было очень круто и новая была кандидатом на звание великой кометы она где-то покроем кромки края прошла между просто яркой кометы великой что такое великая комета это комета которая доступна для наблюдений даже для неподготовленного наблюдателя который просто идет ночью по улице и видит яркую комету его никто об этом не предупреждает и он на это обращать внимание если для наблюдения кометы нужно какая-то информация обращение внимания наблюдателя то это уже не великая комета вот такое деление есть последняя великая была ну макноута не вообще на планете земля была макноута это в 2006 году в новый год 2006 на 2007 она имела блеском минус что-то в районе 6 7 звезды лично то есть она была между луной и венеры по яркости говорят что даже тени были вот этой кометы насколько она яркой было что значит тени ну она настолько ярко светила как фонарь что у тебя образовались тени поверхности дано то наблюдатель отбрасывал тени наблюдая эту комету вот чтобы до чтобы был то есть как от луны освещение было серно пушек айла бопада в 97 году многие наверно видели кто нас смотрит если им больше тридцати лет только потому что скоро комета хэлла бопа трасс 25-летний юбилей а ты сколько комет видел больших я видел комету хиакутаки комету хэлла бопа и наверное новаясь большую я не его просто к сожалению комета макноута мне не повезло я буквально за два месяца до ее появления она была видна в южном полушарии уехал из боливии я там работал в обсерватории в командировке и если бы я конечно знал что комета я где уехал да то есть у меня была возможность продлить командировку за свой счет но вот отсутствие информации и сейчас я как раз именно этим занимаюсь мои наблюдения кометы линер прошу прощения леонард который сейчас должна быть яркой они эти наблюдения помогут более корректно и точно предсказать какой это будет комета в максимуме своей яркости то есть мы измеряем не только внешний вид но и яркость вот мои фотометрии я сейчас работаю с артемом новичонком многие наверно вы знают среди любительской астрономии как активного кометчика открывателя комет он наверное три самая известная комета кстати кандидат тоже на великую комету комета айсон который в 2013 году должна была поразить нас яркостью открыл ее новичонок до обсерваторе сон вот окей астрономы я просто так скажем выстраиваю полную картину то что окей астрономы наблюдают за комментами чтобы определить их яркость траекторию и какие-то основные физические параметры зачем еще астрономы наблюдают если ну какой так скажем кроме ну да практически в этом смысл да это наверно сам популярный вопрос как посетителей во время экскурсии нашей обсерватории так и просто не знаю репортеров какой практически нам от этого польза может быть ну самая популярная проблематика это конечно околоземные опасные астероиды то есть фильм армагеддон который вышел в середине 90-х годов очень хорошо показал визуальную картинку что произойдет если на нас упадет крупное тело из космоса в челябинске 2013 году был такой тизер небольшой того что может произойти есть что-то большое упадет благо обошлось без жертв но люди пострадали порядка двух тысяч человек получили ранения образователи замениться с помощью в основном это результате ударной волны которая образовалась в атмосфере она разбила стекла и люди получили множественные порезы собственно мы в том числе занимались и я думаю в ближайшее время тоже продолжим заниматься задачей отслеживания орбиты опасных астероидов то есть мы сейчас знаем порядка 30 тысяч астероидов которые пересекают орбиту земли мы с каждым годом все больше больше открываем новых астероидов которые могут угрожать нашей планете мы должны уточнить их орбиту чтобы в будущем предсказать когда они упадут на нашу планету если не дай боже это произойдет либо попытаться отвести эту угрозу либо эвакуировать население это уже все зависит от того насколько крупное тело ну и еще один пример хороший или к сожалению не очень хороший но трагичный это динозавры которые вымерли 65 миллионов лет назад скорее всего из-за падения огромного астероида где-то в районе полуострова юкатан а вот как раз ты говоришь про опасные объекты эти опасные размеры этих опасных объектов с чего начинается вот какого размера был челябинский чтобы понимать то что словно эта хрень может уже на не стекло во всем городе понял вот буквально вчера вечером упал вернее вошел в верхние свои атмосферы крупный объект где-то в районе юж королы там и в татарстане было видно и вишкоролей даже в районе екатеринбурга даже совсем-совсем низком горизонте это видео это было тело размером порядка одного метра его было видно и от него был хлопок ну хлопок или взрыв как вам приятнее сказать это ударная волна и кстати тут коррект несколько хлопок потому что это именно ударно-акустическая волна и метровые объекты не несут никакой угрозы челябинске был уже 20 метров объект до входа в атмосферу он при входе в мастер взорвался разрушился до земли долетел самый крупный обломок диаметром один метр он упал слава богу в незаселенный регион в озеро чебаркуль его достали и сейчас он кстати экспонируется в кривическом музее в челябинске поэтому любой желающий может прийти его посмотреть а его 20 метров это наверное такая опять же пограничная зона опасного астероида который уже можно нанести ущерб все что меньше 20 метров скорее всего с большой долей вероятности она полностью разрушается и если это не густозаселенный регион свободно выпадает в поля в море океаны и никому не начнут никакого ущерба а если уже больше 20 метров то тут образуется мощная ударная волна на высоте порядка 30 километров над поверхность земли это происходит в результате фрагментации объекта то есть он развалится на мелкие куски кстати вопрос почему он разваливается очень актуальный это связано с большими перегрузками вот те перегрузки которые мы испытываем когда резко тормозит поезд но вы залете там на скорости тысячи километров мы обычно говорим мы обычно говорим километры в секунду у нас крайние скорости это 11 секунд это минимальная скорость меньше просто физически не может быть потому что если вы возьмете кирпич над поверхностью земли на расстоянии например лунной орбиты и просто отпустите без ускорения в сторону земли без ускорения в сторону от земли просто отпусти то он к моменту падения в верхней своей атмосферы разовьет за счет гравитации земли скорость 11 секунду это просто минимальная скорость меньше он не сможет упасть поэтому минимально падает а строит 11 секунду максимальная скорость падения или входа в атмосферу земли 77 секунду это если лоб в лоб у нас земля движется скоростью 30 секунду а максимальная скорость на нашей орбите 47 ну соответственно получается суммарно 77 так вот при таких скоростях и при размере больше 20 метров на высоте порядка 30 лет происходит взрыв развал объекта почему дело в том что когда входит в атмосферу земли то он ощущает за счет трения огромную перегрузку торможение вот который мы испытываем во время торможения в самолете поезде вот к сожалению в самолете есть он разбивается то там происходят перегрузки тысячи же и люди обычно погибают не из-за удара а из-за перегрузок но человек больше пятидесяти же да уже не может выдержать время не может да ну вот соответственно а тут даже кратковременные доли секунды 1000 же приводит к полному разрушению организма то есть скелет разрушается и все остальное а вот астероид он тоже испытывает 1000 же перегрузку и его каменная или металлическая структура не выдерживает такого давления это как будто бы как молотком ударяют по астероиду и он просто разваливается как орех по которому ударяют молотком и вот то что мы видим взрывы например на многочисленных видеороликов челябинского метеорита там видно наверно три или четыре яркие вспышки в процессе пока он летит и вот каждая вспышка это момент фрагментации развала на отдельные структуры то есть он все меньше мельче 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 и например из 20 метрового тела долетела до земли как я сказал только один булыжник размером один метр порядка нескольких штук размером ну наверное там десятки сантиметров от 99,9 процента массы челябинского метеорита это очень мелкая шелуха была гравийка и даже пыль в том числе то есть чем мельче обломки тем их больше было сформировано в результате входа в атмосферу метеорита тогда резонный вопрос почему не заметили челябинский почему не заметили вчерашний болит там или позавчера и другие почему когда начали замечать и и предсказали ли хотя бы один до челябинский метеорит могли заметить потому что довольно крупные 20 метров уже стоит технолог который был в 2013 году без проблем но он летел со стороны солнца поэтому наши телескопы не могут смотреть в направлении солнца и в радиусе примерно 20-30 градусов от солнца то есть это такая вот зона недоступности это можно повредить до технику да у вас сгорит просто телескоп это же самое что пытаться смотреть на птичек летающих на фоне солнца бинокль да еще кто же бинокль тот точно сожжется вот поэтому единственное возможное решение или несколько решений это например запустить космический телескоп на орбиту даже не вокруг земли а на орбиту в точку лагранжа я не помню точно какая точка может лагранж . 1 эта точка находящаяся между солнцем и землей она находится где-то на расстоянии в полтора миллиона километров ближе к солнцу чем земля да и если вы возьмете посмите туда телескоп и направьте не в сторону солнца а в сторону земли то когда астероид будет пролетать мимо сонт а мимо космического аппарата в направлении земли это еще за полтора миллиона кант то телескоп его будет видеть он с подсветит солнце подсветит во вторых он будет близко от космического аппарата поэтому даже там больших телескопов не нужно там можно широкоугольную оптику ставить и даже мелкие объекты вы будете видеть которые летят в сторону как раз земли потому что вы будете направлении траектории к земле и такая идея была высказана вскоре после падения человеческого материта в роскосмосе вроде поддержали но как вы понимаете все хорошие идеи так как ну больше падения не было были забыты наверное не только роскосмос просто идеи предлагаю да даже наса предлагала но так как это крайне редкие события которые стимулируют такие идеи то пока этого нету но я думаю в перспективе за счет удешевления космических запусков такая задача будет реализована сейчас кстати есть такой телескоп который снимает землю из этой точки это discover он был запущен наверно лет пять назад и одна из задач у него наблюдение солнечной активности он как бы на смену космического телескопа сохо будет запущен лет пять назад но в том числе на его борту стоят телескоп который снимает землю все время и метеорологи видят там облачный покров как выглядел он еще захватывает обратно сторону луны да да и я наверное дополню рассказ я не завершил по поводу опасных астероидов 20 метров это на граница опасно не опасно 100 метров это уже регионального масштаба катастрофа будет если 100 метровый астероид упадет какого размера тунгус 80 метров тунгуски оценивают если он был ледяным телом 80 метров если он был железокаменном 50 метров например еще есть известный аризонский кратер он был порожден телом скорее всего металлического характера потому что были найдены обломки это этот кратер где-то километр в диаметре да да он 1200 метров диаметре глубину 250 метров мне повезло побывать на его окраине вот прям на вале его два раза в рамках экспедиции по америке и вот его образовал астероид диаметром 40 метров но он был металлический за счет того что он металлический он более плотный он долетел практически до поверхности взорвался у поверхности земли и вот он образовал такой крупный кратер это как взрыв 100 килотонны может быть даже более мощной атомные бомбы а если у вас будет падать уже километровый объект то это будет не региональная а глобальная катастрофа то есть это много мегатонн энергии взрывы даже даже там же это мощность взрыва так скажем растет по-моему ведь не не линейно да логарифмически поэтому я напомню что тунгусский метеорит у него оценка энергии порядка там 50 мегатонн энергии да как бомба царь бомба даже у этого у челябинского там 30 килотонн у челябинского было полмегатонны полмегатонна писать челябинский метеорит был в 20 раз мощнее чем хиросима и нам повезло что он взорвался на высоте 30 километров если бы он взорвался как хиросима хиросима была взорвана бомба над городом на высоте все пол километра может даже меньше и за счет этого такая вот разрушающая сила была мощно городом а если бы челябинский метеорит взорвался бы на челябинском на высоте вот тех же самых пол километра от груду ничего не осталось бы абсолютно потому что мощность 20 бомб как на хиросиме было поэтому нам очень повезло что он был каменный и он разрушился высоко в атмосфере они низко над поверхность как в резоне в пустыне поэтому нам очень очень повезло вообще необычно было то что это зашло им над густо заселенным регионом если бы он влетел в атмосферу земли на 10 секунд раньше или на 10 секунд позже он бы был бы над тайгой уральской либо сибирской но тут именно вот точность входа в атмосферу с точностью до секунды потому что он максимальную яркость имел над гордым миллионником и это уникальное явление такое происходит ну раз в тысячи лет за время сущения цивилизации у нас не было ни одного события что вот так густо населенно наблюдалось это явление я буквально недавно читал статью про как сказать одну из трактовок библейских событий в уничтожении садом и гамора садом и гамора то что действительно вот здесь города вот полна аравийском полуострове это был это было как раз на берегу мертвого моря практически это современный израиль и там происходили раскопки нашли город и судя по повреждениям нанесенному этому древнему городу возрастом 3-4 тысячи лет оценивается предполагается что это было до падения крупного космического тела метеорита который история про гордка даже по два города который смело от в один день перестали существа их сожгло ну сожгла божья кара за греховное поведение населения но это так написано это библейская трактов а с научными точки зрения это появилось буквально только что вот буквально месяц два назад была опубликована месяц статья которая говорит о том что скорее всего было падение крупного космического тела которое создало мощную ударную волну с высокой температурой порядка там трех-четырых тысяч градусов сожгло вот было одно и один из признаков то что песок был да как стекло да да он расти в стекло и да такое происходило неоднократно в истории наземной астрономии то есть мы знаем так называемое ливийское стекло это в пустыне в ливийской упал видимо крупный метеорит несколько тысяч может быть даже сотни тысяч лет назад точно датировка я не знаю и песок в пустыне сахара просто просил стекло и самое интересное что об этом знали еще в древней египте и это стекло используют для украшения древнеегипетских жрецов и вот например жук скрабей известная почитаемое животное в древней египте есть такое украшение жук скрабей оформлены из ливийского стекла поэтому иногда в культуре у нас проявляется метеоритный пускай и немаловажную роль по правде астероида и метеорит сыграли в эволюции человечества потому что например первое железо первые орудия труда металлические были именно из метеоритного железа потому что добывать руду человек научился довольно поздно а это прям лежал на поверхности ты берешь откалываешь плавишь или выковываешь и получаешь нужную тебе форму поэтому например есть еще очень известная история астероид упал в аргентине примерно несколько тысяч лет назад его приехали конкистадоры в семнадцатом веке высадились где-то в районе там семнадцатый шестнадцатый век они высадились в аргентине современной территории и встретив местное население удивились что у местного населения присутствует на вооружении металлические топоры и мечи они спросили откуда это у вас на что местное население сказал а вот там есть поле небесных камней они так называли и привели туда конкистадоров конкистадоры увидели огромные глыбы металла и это было не что иное как упавший астероид и сейчас эта местность называется кампо дель съела кампо это камень если я правильно помню или поле кампо да поле скорее всего а съела это небо и соответственно небесное поле что-то вот такое то есть как это выглядит это огромные валуны вот размером с этого стола за которым мы с вами сидим они неправильной формы они на половину зарыты в землю и они с поверхность у них чуть-чуть проживевшие соответственно если вы срезаете его можете переплавить это большое количество до их там несколько десятков тонн этих камней лежит и это самый популярный метеорит в истории человечества потому что например китайцы додумались выкупить этот метеорит у местного населения или просто там его вывозить они привозят в китай распиливают его и продают украшения из метеоритного вещества это нам самого размера был метеорит который разрушился ну я оценю его на обычно просто ведь получается что если метеорит разрушается он засеивает огромный тогда тут поле поле ну имеется что это огромная территория поле я имею ввиду там особая история есть вероятность что он падал по очень под очень маленьким углом под покасательный входил атмосферу земли и это указывает на то что он скорее всего вращался по орбите вокруг земли то есть он был возможно луной спутником земли второй маленькой луной которая временно присутствовала на орбите вокруг земли за счет трения верхней своей атмосферы она все-таки сошло и вот упала в организме поэтому поле где рассеялись обломки этого астероида довольно вытянутый имеет форму эллипса и до сих пор их находят в большом количестве поэтому вот такая история есть и есть например астероид в германии которые наблюдали как он упал местные жители это где-то было там что-нибудь средневековье с 13 по 16 век я так датирую это падение местное население сказали церковникам о том что вот у нас тут что-то упало с небес церковники не поверили пришли увидели необычный камень да но так как было много очевидцев свидетелей они поддались тому что да по правде небесный камень они его принесли в церковь и заковали в цепи на то чтобы этот камень обратно не улетел на небеса и вы можете писать в википедии или где-нибудь в гугле есть до сих пор церковь где лежит метеорит прикованный цепями чтобы он не улетел обратно на небеса вот так поэтому метеориты играют довольно существенную роль в истории человечества и украшения и культурные и эволюционные эволюционно-технологической до эволюционную роль сыграл много десятков миллионов лет назад один да да кстати тоже нам прочистил путь для того чтобы могли помогает кто-то с небес нам помогает уничтожает конкурентов то дает о роде труда то дает информация о том что с небес что-то может падать но делать ли человек что-то чтобы так скажем не стать следующим динозавром которого уничтожит такого же размера метеорит ну вот да я еще все-таки завершу свою идею я говорил о том что километр это уже будет глобальная катастрофа то есть это приведет тому что у нас пострадает не только регионы где упал метеорит но будет будет понят огромное количество пыли там или влаги в атмосферу и создаст некую дымку что приведет к атомной зиме так называемая ядерной зиме когда у нас в атмосфере будет дымка которая уменьшит количество света попадающей на земли и у нас будет не урожай зима и мы можем просто умереть от голода даже не от падения чем не спасение от глобального потепления да конечно это слишком жестокий способ конечно да но если уже будет падение объекта диаметром более 10 километров то это будет скорее всего одномоментное вымирание всего человечества ну большая часть то есть вот как раз когда упал 65 миллионов лет назад метеорит или астероид в районе полуострова юкатан он образовал кратер диаметром 180 километров его сейчас обнаружили его исследуют он частично находится на дне мексиканского залива его часть только там одна четверть на пятый выходит на полуостров и мы знаем что есть такое правило что диаметр кратера в 10 раз меньше чем диаметру павшего метеорита и вот тут уже поднимается там волна огромная огня которая там в радиусе тысяч километров все сжигает уничтожает некая малая доля может быть выживет население но все равно тоже погибнет скорее всего в результате атомной зимы но конечно мы сейчас люди мы в отличие от динозоров запасаемся продуктами питания у нас есть колоды которые позволят нам выжить может быть даже мы улетим на марс на луну и там со стороны будут наблюдать эту трагедию если нам повезет и мы заранее предскажем падение астероида там за десятки лет то мы можем создать например мощные ракеты движки которые доставят эту ракету на поверхность этого астероида и за счет включения реактивной тяги на поверхность астероида мы можем увести вопроса с траектории если очень долго даже небольшие давать импульсы например и он и двигатели могут работать долго они очень экономичен районная у них тяга какая-то совершенно смешная да да то что они работают долго да именно не важно какая тяга одномоментно важно какая суммарная тяга будет даже на большом промежутке времени то есть мы можем с малой тягой на большом промежутке времени увести астероид от столкновения землей такие расчеты есть вопрос только в том что пока слава богу не было необходимости экстренно этот вопрос проверить есть другие сценарии например вот ядерные бомбы на ядерные бомбы до взорвать но это менее эффективно и ты не можешь точно рассчитать как это повлияет на строить ты можешь ошибиться своих предложений есть например другой способ окрасить астероид краской потому что если ты изменяешь поверхность ее цвет это называется альбедо с научной точки зрения это отражательная способность например белый цвет это единица черный абсолютно черный это ноль то есть 0 ничего не отражает белое все полностью отражает и в зависимости от того как он отражает меняется импульс воздействия света на поверхность астероида и он тоже меняет свою траектору очень медленно то есть это солнечный ветер уже солнечный свет солнечный света давление солнечного света и хоть это тоже очень малозаметный эффект на уровне ионного двигателя потому что но двигатель маленький а солнечный свет освещает суповерность а строит может иметь на поверхность там 100 метров площадь может даже больше тысячи квадратных метров поэтому этот эффект медленно но верно будет уводить астероид с его траектории способов много разных но когда у нас появится необходимость мы найдем и вот кстати игорь задал вопрос а я на него еще не ответил его держу голове были ли случаи что мы предсказывали заранее падение и наблюдали их да такие случаи были и мне как раз повезло быть соучастником наблюдения первого падения астероида в истории человечества это был октябрь 2008 года я тогда еще не обладал своей собственной обсерваторией я на тот момент был уже научно руководитель обсерватории кадар но в основном наблюдал в на кавказе потому что у нас тогда был филиал только в подмосковье на кавказе незасыщено небо значительно лучше и мы работали с тимуром кричко на дистанционно управлен телескопе тогда он стоял на территории казанского федерального университета и я увидел новость в переписке что американцы открыли а строит который вроде как летит на землю неопределенность орбиты была очень большая было непонятно попадет не попадет еще не точно потому что они пронаблюдали один раз его на робот телескопе в америке там короткий проживание все а потом тихий океан наблюдений нету и мне повезло что я вовремя увидел как раз и был вечер я быстро позвоню тимуру тимур давай расчисляем телескоп наводим его начинаем наблюдать тимур навел по моим указаниям мы сделали снимки в указанной области неба увидели это строит и были первыми кто после вот робота телескопа увидел это был промежуток времени там уже часов 10 прошло после открытия как минимум и мы уточнили очень с высокой точностью кламбур какой-то получается что астероид точно упадет на землю определили его размер он примерно был 4 метра ничего угрожающего не было упадет по нашим расчетам он должен был упасть в районе судан до южная часть судана это северо-восточная часть африки потом подхватили эти наблюдения европейцы они подтвердили точность наших наблюдений и в итоге буквально там через 12 часов после наших наблюдений утром следующего дня пронаблюдали падение астероида там к сожалению специальных наблюдать не было это были бедуины которые пасли верблюдов там и еще повезло предупредить успели пилотов рейса который летел из юар в нидерланды они специально выключили свет у себя в кокпите им сказали в каком направлении смотреть где должен пролететь упасть в атмосфере крупный астрот и они увидели эту вспышку поэтому все подтвердилось из земли из самолета увидели это дошли от да и что самое важное потом организовали специальную экспедицию туда приезжал джон не питер джеккенсен это известный американский астроном метеоритчик он приезжал и нападение челябинского метеорит к нам собирал материалы он занимается как раз вот сбором межпланетного материала на земле то есть когда падает и по тем указанием где видели там падение из кокпита там пастухи местные жители он приехал организовал из местных студентов группа поисковые они просто ходили прочесывали пустыню и нашли таки вот этот материал это было впервые высокой человечества что мы увидели астероид до падения в момент падения и даже собрали его материал это уникальная ситуация то есть это крайне редко бывает то есть после этого мы еще видели наверное два или три случая падения то есть за 13-14 лет мы всего лишь увидели четыре случая падения астероида еще увидев предсказанно и все эти астероиды были размером меньше чем 10 метров то есть это редкие события конечно но с каждым годом мы все больше больше строим роботов телескоп они больше открывает и соответственно мы больше будет видеть и я надеюсь что у этого будет даже коммерческое приключенческое продолжение почему потому что когда мы сможем заранее предсказывать хотя бы за недели падение астероидов то я конечно же начну организовать туда экспедиции я буду говорить ребята вот я точно знаю что вот условно там в австралии будет падение астероида покупаем билеты на самолет организуем экспедицию едем на джипах вот в эту точку и с удовольствием наблюдаем небесное шоу там еще ищем а потом мы даже собираем мы можем с очками даже туда поехать и прямо организовать туда да прям ловить это будет очень круто на голову да в касках конечно это будет очень важно с научной точки зрения почему потому что когда падает метеоритное вещество то попадая в землю она заражается нашими земляными бактериями и очень важно максимально быстро поднять его с поверхности была история когда собирали пыль с космической с кометы это star dust и когда возвращалась капсула обратно на землю она как раз в районе австралии должна была приземлиться там был очень крутой эксперимент капсула сбрасывалась и потом на парашюте должна была приземлиться на землю но они думали на вертолетах с очками поймать капсулу еще до того как она приземлиться и коснется земли и не помню получилось ли не получилось но идея в том чтобы не дать возможность прикоснуться капсуле к земле чтобы все было стерильно чтобы не заразить капсулу земными породами или бактериями хотя все равно в воздухе да в воздухе но максимально исключить да чтоб пыль туда не попала ты говоришь роботы роботы твоя работа она заключается же практически в механических визуальных наблюдений то есть ты не не управляешь роботами а есть куча роботов телескопом когда твоя деятельность уйдет так сказать боишься ли это дело в том что я уже перехожу на робот мы просто мы видим давно не общались ты давно не был у меня в гостях ты был недавно буквально в этом году но я знаю что там есть крыша у меня есть роботы у меня уже работает сейчас два-три робота мне кажется важно рассказать про саму концепцию роботизированных наблюдений да то есть напомню классические наблюдения заключается в том что даже если ты работаешь с компьютером и цифровой камерой то ты управляешь ей этой системы телескоп камера по проводу но ты работаешь волна и онлайн режиме то есть ты на мониторе прямо сейчас видишь что у тебя происходит там через телескоп то есть человек непосредственно участвует наблюдение контролирует их назначает задачу если что-то не можем так он исправляет я сейчас наверное лет десять наверное как уже создал маленьких роботов их суть в том что я пишу заранее программу наблюдений план вернее какие площадки пронаблюдать течение ночи их порядка там 200 штук за ночь минимум это плана у меня в основном направлен на открытие вспышек новых звезд голосики мы не только кометами астроном занимаемся это мы просто сейчас поняли тем по правде у нас очень широкий спектр еще две темы которые мы очень активно развиваю нашей обсерватории это вспышки новых и сверхновых звезд как в нашей так и в других галактиках четвертая тема это у нас метеорная астрономия как раз падающие звезды у нас стоят много видеокамер которые каждую ночь все темное время снимают звезды небо и как только что там прилетит то мы сразу же определяем орбиты этого и видим все метеорные дожди яркие болиды так вот вернемся к роботам робот в отличие от вот этих онлайн наблюдений что делает он не требует постоянного присутствия оператора то есть я нажимаю условно кнопочку у меня по этой кнопочки отодвигается крыша я даже могу запрограммировать сейчас правда этой нету функции но я надеюсь к весне я уже сделал что я запрограммирую в 6 часов вечера когда потемнеет крыша по сигналу открывается с компьютер то есть без моего части если нет дождя да если даже там метеодатчик сайт метеодатчик говорит о том что ясное небо нету дождя то есть можно наблюдать крыша отодвигается в этот момент дается сигнал с компьютера без участия что вот у тебя есть план поэтому план наблюдать компьютер наводит телескоп на определенную точку калибрует то есть проверяет что все правильно велось если там есть ошибка компьютер поправляет наведение телескопа и дальше уже по плану идет снимает каждая новая площадка он заново привязывается к местности звездного неба что исключает ошибку практически эти снимки без участия оператора уже сейчас это есть функция архивируется отправляется на сервер обработки в мгу у нас там находится сервер обработки данных сравнивается со старыми снимками которые были сняты там 10 лет назад они одни и те же площадки есть и есть изменение между только что снятым снимком и снимка снятым 10 лет назад то на специальной странице публикуется список кандидатов на возможную вспышку новой звезды и вот тут наконец присоединяется человек человек только смотрит результаты съемок это обзор даже не то что результат а именно только кандидатов возможно интересная на вспышку но и уже человек оценивает по правде это вспышка или например спутник пролетел метеор брак какой-то это уже так называемая гражданская наука когда открытом доступе есть информация каждый человек может зайти и сравнить принципе да но у нас пока мы работаем не в гражданской науке а у нас есть определенный коллектив наблюдателей которые научены которые скорее всего не допустят ошибки но это научные сотрудники это научно то есть мы так как у нас проходят постоянные поездки и в этих поездках участвуют любители астрономии они приезжают к нам на экскурсии на неделю приезжают живут в обсерватории если я вижу что человек заинтересован ответственно относятся то я ему подхожу и говорю парень не хочешь позаниматься немножко гражданской наукой у меня тут есть немножко там новых звезд кандидатов не хочешь их попробовать просеять через свое сито внимательного наблюдения так вот есть я вижу человек который достоин поучаствовать в этом проекте я ему приглашаю если но есть время то он часто сейчас у нас в этом проекте участвуют две девушки одна из омска оля ты ее знаешь и девушка аня из ростова-на-дону аня еще школьница она учится в 11 классе а оля уже окончила институт и сейчас ей лет 30 наверное она любитель астрономии преподает даже астрономию в понтаре то есть это нужно специально как-то себя зарегистрировать до чтобы то есть если вдруг кто-то из наших зрителей захочет поучаствовать ну дело в том что когда у нас будет много данных то скорее всего мы может быть сделаем такой гражданский проект гражданской науки научный проект а пока нам достаточно своих знакомых и у нас их даже с избытком кто мог бы в этом участвовать если кто-то захочет и если кто-то считает что он имеет какой-то опыт в области таких проектов то присоединяйтесь мы посмотрим на вас вы на нас и дадим возможность вам поучаствовать конечно поэтому пишите ты сказал что вы еще занимаетесь новыми сверхновыми какое практическое значение имеют новые звезды и сверхновые звезды вот понятно с астероидами все да там за опасность а новое сверхновое это же далеко зачем на это выделять деньги ну новые звезды чтобы было понятно нашим зрителям это обычно хоть и кажется что новое значит что-то недавно появившееся молодое но это неправильная ассоциация новые поправе наоборот старые звезды это белые карлики которые находятся рядом с белой карлики напомню это кости звезды то есть обычно звезда это солнце то что мы каждый день видим когда ясная погода солнце проживет еще пять миллиардов лет за счет эволюции у него закончится водород значит гореться там гелий она расширится превратится красного гиганта сбросит оболочку и в центре останется ее ядро и вот это ядро это белый карлик это как бы кости когда у нас сверх плотно все плотно вещество до который не будет сильно эволюционирует в последующее время долгое время она будет просто оставать медно как вот кости у человека но они могут сохранить в течение тысячелетий даже миллионы лет есть хорошие миллиарды даже миллиарды лет просто в хороших условиях есть оставить то же самое с белыми карликами они это по сути итоговое состояние большинства средних звезд это по сути то что будет через миллиарды лет в ходе эволюции нашей вселенной так вот белый карлик если рядом с ним окажется красный гигант то белый карлик может начать воровать материю и если материя выпадает на поверхность белого карлика и скапливается до определенной плотности на поверхности белого карлика то это водород который воруется с красного гиганта может некий момент почему-то зажечься начнется термоядерный синтез именно на поверхности горение будет кратковременно то есть она будет гореть там несколько суток может максимум неделю и вот именно момент за возгорания вот этого водорода на поверхности белого карлика это есть та самая вспышка которую мы называем взрыв так взрыв да но это горение в сказал который мы называем вспышка новой звезды то есть почему я так называют новая звезда это определение вообще появилась где-то примерно 500 лет назад если не ошибаюсь это придумал тихо браги он тогда это еще присвоил для сверхновой 1572 года но тогда не был понять сверхновый он просто вот новая звезда отличать сверху я сейчас расскажу давайте начали я просто пытаюсь экономить время от у нас его не хорошо сверхновой это полное разрушение звезды и там немножко другая физика происходит взрыва а когда новая только на поверхности маленький слой вспыхивает и звезда не погибает и самое главное что когда вспыхивает сгорает оболочка из водорода сварованная с красного гиганта она снова начнет накапливаться и поэтому вспышки новый это периодические вспышки они могут накапливаться там 100 лет тысячу лет вспыхивает и снова начинает так так вот тихо браги сказал что вот где не было звезды оно снова вспыхивает ну просто вспыхивает и значит Она вспыхивает, а там раньше мы не видели никогда звезду. Она же вспыхивает раз в 100 лет или в 1000 лет, и никто до этого не обращал на него внимания. Поэтому её назвали новой. Но по правде, это старая. Так вот, если мы узнаем, при каких физических условиях вспыхивает водород на поверхности белого карлика, то, возможно, это нам поможет в решении проблемы Токамака или ИТР. Тербоядерной энергетики. Управляемый термоэрный синтез, да. А вы, я надеюсь, зрители знаете, что термоэрный синтез, он более эффективен, КПД у него выше, чем у атомных станций, и более экологичен. Он не использует радиоактивные элементы. Но это, я вот, в нашем проекте совсем недавно вышел мультик, там, в том числе, про мирные атомы и термоядерный синтез было, то, что полстакана воды, то есть водорода, который там содержится, может хватить, ну, то есть, эквивалентно полумиллиона баррелей нефти. Вот, да. То есть, эффективность очень высокая, и самое главное, безопасность относительно высокая, относительно атомных станций точно она выше. И поэтому фундаментальная астрофизика, звездная, может помочь в решении наших прикладных задач. То есть, если мы это узнаем, реализуем, то, я извиняюсь, электричество у вас будет стоить в 10 раз дешевле. Вот так. Поэтому сейчас надо вкладываться. Поэтому, конечно, я не знаю, правда или неправда, что некоторые люди лоббируют, конечно, нефтяную энергетику, потому что они просто сидят на этой игле. Немного далеко уже от астрономии. Да, да. Но это просто может замедлять. Я не думаю, что кто-то лоббирует, так скажем, чтобы запретили работу астрономов, чтобы они, не дай бог, догадались. А вот сейчас послушают нас, и скажут, ага. Видите, как мы можем выйти на какие темы интересные из астрофизики. Смотри, у меня вопрос касательно то, что ты вот сказал, если мы будем прогнозировать падение метеоритов, мы будем устраивать поездки в эти регионы. Но ты уже устраиваешь поездки с туристическими такими фирмами, не фирмами, целями. Да, с туристическими целями, собирая определенный там коллектив людей. Расскажи, собственно, куда вы уже ездили, что наблюдали? Ну, у нас есть постоянная база, которую мы сейчас строим. Это в Архызе, на территории практически смежной, со специальной астрофизической обсерваторией. Там стоит самый крупный телескоп в Евразии, ну, соответственно, и в России оптический. Это БТА. Соответственно, там есть некая, скажем так, не только инфраструктура, но и история современной астрономии, инфраструктура, которая привлекает любителей астрономии. Все, кто увлекался хоть чуть-чуть астрономией, слышали и про БТА, и про Ротан-600, про другие инструменты. Поэтому... И еще к тому же там красивое звездное небо, самое темное в европейской части России на высоте 2000 метров, еще к тому же это южное небо. Поэтому, в первую очередь, мы туда возим большинство наших любителей астрономии, кто с нами ездит. Это, я напомню, проект Астроверты и Астроферма Астроверты. У нас есть по территории России другие точки, куда мы постоянно ездим. Это, например, на север, с заполярными сияниями. Это в Мурманскую область, либо в Териберку. Это на берегу Баренца-о-море. Там просто всем известное сейчас разрекламированное популярное туристическое место Териберка. В результате съемок фильма «Левиафан». Просто это место уникально тем, что это единственное место, куда можно добраться без особых ограничений на берегу Северного Ледовитого океана оказаться. То есть, идет прям асфальтированная дорога практически из Москвы. И, соответственно, на самолете всего два часа полета. То есть, ничего тяжелого нету. Это действительно дешево билеты. На Новый год сейчас мы поедем, например, в Мурманскую область не на берегу океана, а в тундру наблюдать тени. Также мы ездим в Крым. Там тоже очень хорошее небо. Весной у нас уже традиционные стали поездки на Байкал. Там уникальный астрофизический центр. Все знают, конечно, про Байкал, как про озеро. Но мало кто знает, что там самое большое количество обсерваторий наверное, ну, после Крыма и Кавказа. Потому что там находится, например, самый крутейший телескоп там Нитрины, который находится подо льдом Байкала в зимний период времени. Он вообще круглогодичный, но в основном работает, конечно, в первую очередь там с ним работы профилактически проводятся зимой. Летом он просто может наблюдать. Кроме Нитрино, это рядом с Листвянкой, там находится Солнечная обсерватория астрофизическая, тоже там рядом с Листвянкой. Не, но это те места, куда вы ездите? Да, это мы ездим. То есть мы посещаем прямо эти обсерватории с экскурсиями. Нам там рассказывают, в чем суть работы этих проектов. А кроме обсерваторий? Сейчас я закончу, потому что у нас все-таки астрофизические. Там еще потрясающая обсерватория космических лучей. Это единственная, по сути, в России подобная Туркинской долине высокоэнергетичных частиц космических. Там же в Бодарах находится еще радиообсерватория, которая как занимается работой ГЛОНАСС и GPS, так и... Кстати, вот еще один практически прикладной задача. Наши телефоны нам показывают, куда нам идти, Яндекс.Навигатор или там Гугл, и в том числе вам пиццу доставляет, как мне вот сказал Виталий Егоров однажды на экскурсии, когда он был у меня, что черные дыры помогают вам с доставкой пиццы на дом. Потому что все курьеры, которые вам приносят пиццу, они ориентируются по черным дырам, находящимся в квазарах на краю вселенной. Потому что начало системы отчета ГЛОНАСС идет от квазаров на краю вселенной. И потом уже от ГЛОНАССа ориентируются ваши телефоны. И вот как раз радиокомплекс, который ориентирует ГЛОНАССы по черным дырам, находится там в Иркутске. Они находятся и под Питером. Квазар КВО. Да, квазар КВО. Они находятся под Питером, в поселке Светов, в Зеленчукской, и у нас на Кавказе, и в Бодарах, это вот под Иркутском. И там же еще находится обсерватория Монды. То есть там крупнейший астрофизический центр. Кроме обсерваторий, мы ездим на солнечные затмения. У нас постоянная вот такая вот есть фишка. Потому что это, наверное, одно из самых красивых явлений. Оно может вести в культурный шок. Такой эмоциональный, неподготовленный человек. Это вот как раз про историю влияния на культуру человечества. Да, да. Например, во множестве писаний, например, там слово о полку Игореве есть описание полного солнечного затмения. в битве при Трое, или там какая-то битва Спартака. То есть там много где встречается. И вот на затмение нам приходится есть очень далеко. Потому что затмение бывает редко. Один-два раза в год. И совершенно разных точках. Мы были, например, в Соединенных Штатах Америки. Мы были в Чили на направлении затмения. В Индонезии. Причем не просто там где-то на Бали. А затмение было на Млокских островах. Это острова совершенно нетуристические. Далеко от тех мест, где белый человек бывает. Когда мы туда высадились, то в аэропорту все брали автографы у туристов. Потому что они видели впервые белых людей. Чтобы было понятно, насколько это уникальные места. А, они еще волосы драли с туристов. Потому что у них считается, что если у тебя есть частичка белого человека, то у тебя будет счастье в семье. Вот так. Приходилось, нравилось. Да, практически. Такие вот приколы были. Я знаю то, что ты, Женя, сделал предложение как раз во время солнечного затмения. Да, это был. Я же там был даже. Да, Игорь был там в этот момент. Это был полет на самолете. Мы забронировали специально в 2015 году рейс из Мурманска. Мурманска. Мурманска, да. Из Мурманска в Мурманска. Такой вот закольцованный. Дело в том, что тогда, 20 марта 2015 года, полоса полного солнечного затмения проходила через Норвежское море и Северный Ледовитый океан. Да, единственная суша, которая там была, это был Шпицберген и еще маленькие острова рядом с Норвегией. Билеты были ужасно дорогие туда. И нам повезло, договорились. На тот момент существовала такая авиакомпания NordAvia, дочка аэрофлота. И они восприняли позитивно нашу идею слетать в полосу солнечного затмения. И вот мы забронировали целый самолет. По себестоимости уникально дешево было. Цена была всего 10 тысяч рублей. Смешно сказать. И мы слетали на солнце. И, по-моему, весь самолет был набит как раз астрономами. Да, да. Нам очень повезло, потому что я быстро распространил информацию о том, что ребята, в первую очередь среди астрономов, конечно, вот есть уникальный рейс, доступный, давайте слетаем на полном солнечном затмении. И все мои знакомые, друзья, кто мог, я надеюсь, у них всех была возможность, купили, поэтому есть прекрасные воспоминания, как на высоте 10 тысяч метров мы наблюдали полный солнечный затмение. Это незабываемое впечатление. Да, ну и еще и предложение, конечно. А дальше такие будут? Мы пытались в этом году, но по понятным причинам ковид, я думаю, отпугнул, потому что в этом году было кольцеобразное солнечное затмение через Северный полюс проходил, и мы хотели сделать прямо рейс на Северный полюс. На меньшем мы не были согласны. Но проблема была в том, что есть ограничения. У авиакомпании есть лицензии, где они могут летать. Дальше, чем, например, два часа от аэропорта ближайшего, многие авиакомпании не могут улетать. А в Северном полюсе нет аэропортов, поэтому, например... Да, сажать себе налет. А, налет, поэтому было невозможно. И еще скажу об одном уникальной экспедиции. К сожалению, на нее уже мест нету, поэтому я ее не рекламирую. И даже просто могу сказать зрителям, вдруг кто-то сам соберется. В ночь с 30 на 31 мая 2022 года будет мощнейший метеорный шторм. Его предсказали еще несколько лет назад. Планета Земля погрузится в выброс с кометы Швасан-Вахман. Она разрушилась в 96-м году, уже сделан несколько оборотов. После этого в 26-м году мы подтвердили разрушение. Я сам лично наблюдал обломки этой кометы. И вот, соответственно, уже через полгода Земля погрузится в облако этих обломков. И мы ожидаем, что в пике, это в районе 8 утра по Москве, будет порядка 100-150 тысяч метеоров в час. Тысяч? Тысяч. То есть, да, это в секунду будет видно 40 метеоров. падающих звезд будет в секунду 40 падающих. А где территориально это наблюдать? Самые лучшие условия будут в Мексике, а именно в северо-западной ее части это Калифорнийский полуостров. Именно там мы, конечно, и будем наблюдать. Мы будем находиться рядом с национальной обсерваторией, национальной мексиканской обсерватории. Мы уже забронировали ранчо там. Там самые идеальные, лучшие условия для наблюдений. И у нас, конечно же, моментально набралась группа. Там у нас будет порядка 25 человек. То есть, мы могли бы продавать по правде на аукционе эти места. Оно, конечно, не дешево. Порядка 2-3 тысяч долларов стоит сама экспедиция. Это без авиабилетов. Да. Но все равно люди есть, которые готовы заплатить такие безумные деньги. Потому что в последний раз подобный метеорный шторм был в 66-м году. То есть, в 1966 году. То есть, 60 лет ничего подобного не было. И не факт, что мы доживем до следующего подобного метеорного штормата. Это даже намного круче, чем солнечное затмение. Конечно. Солнечное затмение бывает раз в год. И я думаю, что там на шаге в 10 лет вы можете накопить деньги на такую экспедицию. А это раз в 60 лет бывает. Раз в жизни. Раз в жизни. Это как комету. Хэлла Бопа. Галлея. 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 Два раза в видеть. 75 лет она период обращения имеет. Поэтому в последний раз была она в 86-м, а будет теперь в 61-м году. Я надеюсь, доживу. Я боюсь, не доживу. Поэтому я рекомендую зрителям, если у вас есть возможность, съездите в Мексику в конце мая. К сожалению, если у вас нет возможности так далеко ехать, есть маленький шанс на Канарских островах. Поэтому поближе если сейчас Европа откроет Шенген для посещения привитых хотя бы граждан наших, то вы используете этот шанс утром. Просто дело в том, что в России в это время будет уже светло на всей территории. На Дальнем Востоке будет вечер, а на западных территориях будет утро. И вся территория России будет недоступна для наблюдения этого метеорного дождя. Вот только Соединенные Штаты, Северная Америка, частично Южная Америка и чуть-чуть Атлантика будут в зоне метеорного шторма, что можно... Но сразу скажу, это вероятностное событие. Никто 100% не гарантирует, что будет именно такой шторм. Может быть тысячи метеоров, может быть будет 100 метеоров в час, а может ничего не будет и мы все ошиблись. Но это очень мало вероятно. Пессимистичные прогнозы говорят, что будет хотя бы тысячи метеоров в час, что тоже очень красиво. Но я думаю, что на самом деле самый лучший момент сказать, чтобы подписывались на паблик... Астро-Алерт. Да, Астро-Алерт. Да, я еще раз скажу, что у нас есть паблик, о котором ребята упомянули еще в самом начале. Мы в нем говорим о прогнозах метеорной активности, кометах их яркости, околоземные астероиды пролеты. Все это мы точно и правдиво доносим до публики. Солнечное, лунное затмение, соединение планет ведут его профессионалы в области астрономии, поэтому мы вас там не обманем, подпишитесь. Мы есть на всех соцсетях. Про астроверты я скажу так, что вы ищите нас тоже в любых соцсетях. У нас есть сайт, там есть расписание наших путешествий. По России это вполне доступно, мы не ломим цен. За рубеж, конечно, это уж извините, тут всегда дорого, поэтому будем рады увидеть либо в обсерватории, либо наблюдении полярных сияний. Я вот хочу сказать, что я побывал два раза, очень рекомендую, обязательно хотя бы один раз съездите, посмотрите на небо и послушайте лекции Стаса, это просто очень круто, это вот лучше, чем даже сейчас было. Я помню, да, с картинками. С картинками. Короткий момент, когда мы делали, помнишь, в Миссис лекцию, как раз про наблюдение, так скажем, про наблюдательную тоже астрономию, и как только это закончилось, мы все группы вышли на улицу и наблюдали пролет МКС, о котором говорили. В общем, мне кажется, по теории и практике. Мне кажется, получилось очень здорово, спасибо, что пришел, и так здорово про метеориты я давно не разговаривал. Пожалуйста. Спасибо, что пришел. Пожалуйста, я был раз. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok